В школе блогеров у меня занимается Максим Сазонов. Ему 20 лет, он гражданин Российской Федерации и Канады. И на меня произвело большое впечатление его учебное видео. Это было упражнение рассказать о себе и рассказать эмоциональную историю, в которой он рассказывает о своей жизненной ситуации, приключившейся в 2015 году. Вот это видео. Всем привет! Сегодня мне хотелось бы представить вам фильм под названием «Перелом». Это истории из моей жизни. Надеюсь, вам будет интересно. Летом 2015 года, когда мне только исполнилось 16 лет, после утренней пробежки я неудачно нырнул и повредил свою шею. Меня погрузили в скорую и отвезли в больницу. После того, как осмотрели мой рентген, мне сказали то, что у меня компрессионный перелом позвоночника со смещением. Врачи сказали мне то, что мне очень повезло то, что я не остался паралетиком. И то, что я вообще остался живой. Врачи сказали мне то, что это очень серьезная травма. То, что если я не сделаю операцию, я останусь инвалидом на всю жизнь. Но если я сделаю операцию, то я никогда в жизни не смогу заниматься спортом. Для меня это был конец света. Свою жизнь без спорта я реально не мог представить. Я не знал, что было бы лучше, быть инвалидом или не заниматься спортом. Мы с родителями обошли всех врачей. И все они настаивали на операции, кроме одного. Был один врач, врач главной школы Самарского Олимпийского резерва, который сказал мне то, что если я буду работать над собой, ходить на процедуры и на массажи, то возможно я смогу восстановиться и заниматься спортом. Но это будет зависеть исключительно от меня. Моя жизнь будет в моих руках. Недолго думая, я согласился. Для меня не было другого выхода. Четыре месяца, которые я пролежал в больнице с корсетом на шее, были для меня очень тяжелыми. Я никогда в жизни не чувствовал себя таким слабым и беспомощным. Для меня это было очень непривычное состояние. Но несмотря ни на что, я не падал духом. Пока я лежал в больнице, я смотрел видео и читал книжку Валентина Дикуля, советского циркача, у которого была похожая ситуация. После этого во мне реально загорелась мотивация. Я прям мечтал о том, как я выйду из больницы и покажу всем, на что я способен. То, что кто сейчас лежит в больнице, это не я. Я лучше этого. И все должны это увидеть. После четырех долгих месяцев меня наконец-то выписали из больницы. Я таким себя никогда не ощущал. Я был самой слабой в своей жизни. Но я потихоньку начал тренироваться. Начал ходить на процедуры, на массажи. И с каждым днем я набирал обороты. И вот прошел год. Меня было не узнать. Я набрал 30 килограмм. Я участвовал в школьных соревнованиях под названием «Самарский богатырь». И я стал самым сильным школьником в Самарской области. Еще через год мне исполнилось 18. И я хотел пойти в армию. Отслужить. Так как у меня канадское гражданство, меня бы не взяли войска специального назначения. Поэтому я мечтал пойти в морскую пехоту. Я пришел в военкомат. И так и сказал им. Меня были там очень рады видеть. Но когда я зашел в кабинет военного хирурга, он взял папку с моими документами. И взглянул на мой рентген. Тот самый рентген. Двух лет недавности, который мне делали в больнице. Он не поверил своим глазам. Он сказал то, что перед ним реально были фотки инвалида. Он даже не думал, что это я. К сожалению, с такими снимками меня не допустили к службе. Я реально был инвалид. Это было бы для него трибунал допустить такого человека. Про этот случай даже написали в газете. И я всегда мечтал, чтобы те врачи, которые говорили, что единственный выход это операция, чтобы они увидели эту статью в газете. И чтобы они увидели, какой из меня инвалид. Я искренне надеюсь, что вам понравилось мое видео. То, что вам было интересно. То, что, может быть, оно кого-то даже затронуло. Я хотел бы знать то, что после просмотра этого видео есть хотя бы один человек, который в трудной ситуации не опустит свои руки и будет бороться до последнего. Если оно хотя бы кого-то замотивировало, я буду этому искренне, искренне рад. Спасибо за внимание. С вами был Максим Сазонов. И после этого видео я понял, что обязательно надо взять интервью и расспросить 20-летнего мужчину относительно того, как он стоит на земле, что он видит, что он хочет, как он видит будущее. И такое интервью мы с ним по скайпу записали. Я из Москвы, а он в Самаре. Посмотрите внимательно на строй мыслей и обязательно подпишитесь на его канал. Здравствуйте, Максим. Здравствуйте. Вы физически сейчас находитесь в Самаре? Так точно. У нас сейчас в Москве 10-23, а у вас получается... 11-23. А, ну сейчас разница, да. Ну, мы познакомились в рамках школы блогеров и, честно говоря, очень я впечатлен стержневым таким миростоянием. Вот этот ролик, как вы поступали в армию или шли на службу в российскую армию, наделал фурору у меня в социальных сетях, мама не горюй. То есть народ там прозрел просто. Да, так можно. Да, так можно. Сразу вопрос. Ну, родились вы в России? Да, в России. А в каком возрасте оказались в Канаде? Четыре года мне было, когда я туда приехал. А, и получается так, что гражданин Канады? Да, да, да. Двойной гражданство. И РФ и Канады. А, ну это наши люди, это наша агентура. Это очень круто, я считаю. А вернулись из Канады? Вот сейчас живете здесь? Ну, на постоянке или периодически туда? Не, на постоянке здесь сейчас пока что. Вернулся вот пять лет назад. А, уже пять лет в России, да? Да, да. Ага. И получается, это сколько сейчас лет? Мне сколько лет? Ага. Мне двадцать лет вот исполнилось. Двадцать лет. И получается, что вот эта история про армию, это было полтора-два года назад, да? Нет, это было в пятнадцатом году, то есть четыре года назад. Четыре года назад. Да, в пятнадцатом году. Ага. Мне тогда шестнадцать только исполнилось, сейчас двадцать лет. А как можно в шестнадцать лет поступать, ну, в смысле писать, идти вербоваться вооруженной силой? Это не, нет, там не в шестнадцать лет. Травму я получил в шестнадцать лет, получается. А, да, да, да. А потом вот год прошел, я участвовал там в соревнованиях в школе, там я стал самым сильным школьником в Самарской области. Потом через год мне исполнилось в восемнадцать, и вот мне исполнилось в восемнадцать, я захотел пойти в армию. То есть это, получается, да, два года было, когда я в армию призывался. Сразу вопрос на вскидку. Захотелось пойти в армию, да, это в роду, ну, я вот сам, да, ну, тоже у меня там фамилия казачья, и у меня вся последовательность моих предков, это военные люди, да, и, соответственно, оно как-то в преемственности сказывается. А что, в семье тоже военные? Ну, не то, что, ну, у меня родители служили, как бы и отец служил, и дед служил, и, то есть у меня, как бы, выбора не было, я, как бы, не рассуждал там. Хотя друзья, ну, мое поколение вообще против этого, они говорят, да ладно, ты в Канаде же, такая армия, тебе вообще не стрёмно. Я говорю, нет, не стрёмно. Кстати, вот о друзьях, об окружении. На самом деле молодые люди, вот, вашего возраста, они к армии относятся так себе, индифферентно. В связи с этим сразу вопрос. Насколько молодежь здесь, в России, и там, в Канаде, похожи или отличаются по вопросу даже отношения к родине, к армии, там, с необходимостью служить, там, ну, и так далее. Ну, и просто по-человечески. Есть ли разница? Ну, там, во-первых, там вот срочного призыва там нет. Там, если идти в армию, то только на контракт, и там на контракте очень много платят. То есть там, в основном, если идут в армию, то только за, ну, за деньгами. Ага, ну, да. На день. Вот. Здесь, ну, здесь, как бы, ну, именно с кем я общаюсь, как бы мои друзья, они, как бы, служили, у них, как бы, они к этому хорошо относятся. А вообще, как бы, с кем я учился, они, ну, боятся туда пойти, считают, что там нечего делать, и, как бы, очень стараются от этого как-то иным образом откосить. Вот. А вы, тем не менее, целенаправленно туда, несмотря ни на что, это... То есть вы понятия не имеете, что там, или вы прекрасно понимаете, что там? Ну, как-то... Друзья тоже служили, они тоже приходили, у них, как бы, разные отзывы были. Вот. Ну, я еще кем я по плаванию, вот, я плаванием занимался. И у меня друг тоже, который плавец, вот, у меня рост, вот, почти два метра, метр девяносто шесть. Вот. А он, как раз-таки, служил в военной пехоте, в морской пехоте отставить. Вот. Ему там понравилось, он говорит, там все классно, там мы и спортом занимались, там, как бы, мы и питались хорошо. То есть в этом... Вот единственное, почему я боялся пойти в армию, это то, что я большой, как бы, я думал, что я там, как бы, буду... Вот мне нравится спортом заниматься, вот, качаться, ну, сильно быть. Я думал, что я там буду мало есть, мне там не будут кормить, как все говорят, там вообще, как бы, плохо кормят. То, что я там буду, ну... Вот я привык, допустим, с весами заниматься, что я там только, может быть, ну, бегать постоянно буду, там, всю массу потеряю. Ну, вот это единственное, о чем я плановался, если честно. То, что я, как бы, форму потеряю в армии. Но, как вот мне говорили про морскую пехоту, именно то, что там все хорошо с этим, там нет проблем, там и спортзалы, там и площадки всякие, там, и кормят офигенно. Поэтому я решил, все, мой вариант, я туда хочу. Вот. Понятно. Ну, в ролике было сказано, что если вдруг получится, что я в жизни не буду заниматься спортом, то я этого не переживу. А каким спортом? Вообще, вот чем в жизни занимался, занимаешься? Так. Ну, вот тогда, именно, когда я шею сломал, я был, ну, КМС по плаванию, я, то есть, профессионально занимался плаванием. И я тогда хотел именно заниматься дальше плаванием. Но когда я, вот, был в больнице, у меня до этого была хорошая форма в больнице, и я потерял мышцы, там, где были мышцы, как бы заменили жиром. И потом у меня был, как бы, менталитет, вот сейчас я такой плохой, вот все меня видят, я вот выйду, у меня прям горела мотивация, я сейчас всем покажу, как бы, на что я способен, и как бы я, как могу свое тело превратить. Вот. И, соответственно, я вышел, и там начал очень усердно качаться именно, вот, чтобы именно массу набрать. Я там ел 10 раз в день, но это все, конечно, без стероидов, без всяких там гормонов, анаболиков, ну, все в натуражку, на гречке, как говорится. Вот. И ел 10 раз в день, и поэтому я потом, ну, набрал уже там 100 килограмм, и в 100 килограмм плавать это уже не получилось бы, поэтому сейчас я вот занимаюсь, так скажем, культуризмом и единоборством тоже. А с армией вообще уже все, да? То есть... Нет, с армией мне сказали то, что, ну, с такой травмой был бы трибунал, если бы я пошел, там, если я, не дай бог, там, с кроватью упаду, мне что-то будет, то сразу же этого, ну, хирурга, там, проблемы у него будет, то, что он видел мои снимки, то, что он допустил, то, что там вообще без вариантов. Ни в какие войска не попаду с этим. Ну, понятно. То есть у меня двойный билет получается. И чем сейчас занимаетесь с точки зрения профессии? И вообще чем будете? Ну, вот сейчас я, у меня как бы две работы, вот, я подрабатываю охранником в ночном клубе, и я работаю вот с отцом, тут вот я как бы немного переводчик, потому что вот английский знаю, и еще начинаю заниматься вот рекламой, грубо говоря, еще блогингом тоже, чтобы как бы себя развивать и вместе как-то компанию, и чтобы больше людей просто вот эту идею узнавали, как бы. А блогинг, он, ну, это реально, есть, скажем так, ну, мы познакомились в школе блогеров, это понятно, я не буду лицемерить, я про него, про блогинг все знаю, но есть ли в окружении люди, которые при помощи блогинга, ну, работают, зарабатывают, живут с этого? Ну, именно в моем окружении нет, но я знаю много примеров, как бы в той же вот в Москве, там много кто этим занимается, как они этим занимаются, я считаю, как бы, мне это не близко к сердцу, потому что они как бы, ну, стараться что-то просто сотворить, чтобы просто кто друг друга перепрыгнет, как фигню сотворит, там хайпит, там какой-то, вот я это не понимаю, как бы у них не та идея, по-моему, с этим, как бы лишь бы просто школьники смотрели, лишь бы было забавно, я как бы с этим не согласен, поэтому я хотел бы двигаться больше, как бы в правильных руслах, но тем не менее я понимаю, что это сложнее будет так делать, вот. Людям нравится то, что вот забавно, прикольно, то, что там это, вот это все, вот это трэш, как называется, вот то, что сейчас блоги не делают, пранки какие-то непонятные, там, вот, то, что там деньгами все понтуется, все такое, там одеваются, кто дороже, вот по пальцу друг на друга тыкают, и там на машинах крутых, вот, это у них самая главная их ценность, как бы мне это не близко, но я буду пытаться по-своему пробиться делом, все. Ну, в двух словах, о чем будет канал, какие будут темы, будет ли там хоть что-то развлекательное, или будет все серьезное по делу там? Нет, развлекательное там будет, ну, вообще канал хотелось бы рассказывать о жизни в Канаде и в России, чем отличаются, потому что даже вот сейчас очень многие друзья мои, просто люди, знакомые, которые меня видят, и знают, что я жил в Канаде, они, о, в Канаде, ну, зачем же ты вернулся, ты что, дурак? Как бы туда, наоборот, все сваливают, и ты вот такой дурак вернулся. И потом я им рассказываю, как там на самом деле, потому что они только там по телевизору об этом, как бы сами не были, там не жили, может быть, кто-то там был как бы в качестве туриста, но опыт именно жизни там у них как бы нет ни у кого. И когда я объясняю, как там на самом деле, многие как бы задумываются об этом и думают, у нас все-таки не так плохо, как там, как бы, может, мы там ничего не знали, но там не все так сладко, как кажется. Вот. И вот именно вот такой вот образовательный, скажем так, контент я бы хотел выпускать, чтобы, если у людей какие-то заблуждения, это поправлять их и говорить, как есть на самом деле. То есть, получается, если кому-то что-то интересно, пусть они задают вопрос, я с радостью на них отвечу, все там уточню. Может быть, кому-то что-то, кто-то думает, я это тоже уточню, как на самом деле, или как там по телевизору сказали. Вот. К тому же, может быть, что-то про спорт, опять же, если кому-то интересно, могу про спорт выкладывать, я сам спортом хорошо занимаюсь. И вот про проект точку рус тоже, если вот русские компании и все вот это тоже развивать, соответственно. Понятно. Вопрос исключительно не по теме, личный и... Ну, дело в том, что я занимаюсь, у меня на канале есть целая рубрика, называется отношения. Я так плавно подойду. Меня очень интересуют отношения в разных возрастах и, конечно же, что там у 20-летних. Поскольку вы сказали, что вам недавно исполнилось 20 лет, то сразу же вопрос, ну, у нас как бы так по-тактичной, ну, есть ли девушка, отличаются ли девушки в России от девушек в Канаде, где это дело зажигать веселее, ну, и вообще, как перспективы, то есть, когда жениться собираетесь, сколько будет детей, ну, и так далее. Да, девушка есть, она сейчас живет в другом городе, она живет в Ульяновске, вот летом она со мной жила, а сейчас она там живет и учится, соответственно, когда отучится, мы хотим жить вместе, но, как я считаю, как бы до того, как я начал жить с ней вместе, надо из себя сначала человека сделать, и то, чтобы мы с ней вместе как бы выживали, я хочу сначала, чтобы у меня какой-то был даже авторитет, чтобы у меня были деньги, чтобы я мог ей во всем обеспечивать, ничего не отказывать, то есть сначала добиться какой-то вершины, а потом уже как бы жениться и строить отношения, чтобы я сам себя мужиком чувствовал, не как я сейчас, как бы пацан, чтобы не было такого, именно вот отженить бедальнейший. В молодежной среде вот 20-25, сейчас очень развито мужское так называемое движение, где вот эта позиция, да, обеспечивать девушку, да, чувствовать себя мужиком, она считается постыдной, это олени, это баборабы, это люди, которые не имеют своего мнения, они в подчинении женщины, это типа неправильно. Ну, сейчас очень много таких, ну, слегка поможешь. Не-не-не, я не имею в виду быть каблуком, я просто имею в виду, ну, чувствовать себя мужиком, как бы, как ты чувствуешь себя мужиком, если у тебя девушка, ей что-то надо, и ты просто не можешь себя обеспечить, она подумает, ну, какой ты мужик, как я тебя буду слушаться, ты для меня не авторитет, как бы, вон, я пойду к тому, у него хотя бы деньги есть, а ты вон, вот, не то, что и каблуком быть, там, ей подакивать, ей просто так подарки дарить, ну, без повода, как бы, просто потому что, чтобы она не обижалась, ну, как бы, соответственно, просто чтобы уважение было к тебе в этом смысле, а не то, чтобы быть каблуком и все прочее. Понял, понял, вот этот нюанс я хотел уточнить. Хорошо, ну, вопрос классический, стандартный, опишите в параметрах, кем вы себя видите через пять лет, причем не надо рассказывать о больших вещах, там, концепциях, да, например, женат, не женат, какая марка автомобиля, где будете жить, сколько будет детей, будут ли 25, вот такие вот параметры, которые, в принципе, ну, визуально можно визуализировать, вот, Максим Сазонов через пять лет, кто, кто, где? Через пять лет я бы хотел заниматься спортом, чтобы у меня была собственная квартира, про марку автомобиля, как бы, мне это не особо важно, я еще не задумывался, не могу сказать, если честно, вот, а насчет, я бы хотел, да, вот у меня есть девушка, я ее люблю, хотел бы с ней, собственно, семью завести, насчет именно в 25 лет, если у меня будут дети, я не могу сказать, потому что это надо будет судить, как бы, по моему тому состоянию, если я к этому готов, как бы, и умственно, и материально, и духовно, я считаю, если, ну вот, детей в этот мир, ну, рожать, приводить, то надо быть готовым к этому, это очень ответственно, к этому подходить, то есть, чтобы все шло как надо, чтобы не было никаких непоняток, чтобы им можно было все предоставить, чтобы не было, потому что там денег нет, и на них приходилось экономить, чтобы это не было, чтобы им отдавать все, всю любовь, все воспитание, и чтобы все было, как бы, эту ситуацию уже, сейчас не могу об этом сказать, ну, надеюсь, что у меня будет это положение, и у меня будут дети к этому времени. Спасибо. Это был пример перекрестного допроса, чтобы сложить психологический портрет. Спасибо большое. Спасибо, что нашел время, потому что интервью важное. На самом деле, оно даже важное, я размещу его у себя на канале, но оно важное для того, чтобы показать, какие 20-летние есть вообще, потому что у многих людей вообще нет представления, о чем думают 20-летние. А вот эта связь поколений, она же разорвана, и это интервью, оно как мостик, то есть оно достаточно будет полезно. Спасибо большое, хочу пожелать удачи и в блогинге, и в строительстве семьи, и в рождении детей, и чтобы отцу помог качественно. Ну, и определился, конечно же, с маркой автомобиля. Да, буду об этом рассуждать. Спасибо. Я сейчас смонтирую, залью и ссылочку брошу. Хорошо. Да, и там в подписи будет ссылочка на твой канал, и я всем скажу на тебя подписываться. Хорошо, спасибо большое. До связи. Все. До свидания. Спасибо. Отцу привет. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...